Миссия компании Биона – поиск и развитие экологически чистых, ресурсосберегающих технологий для сельского хозяйства, чтобы они максимально соответствовали потребностям клиентов. Продукция предприятия представлена во всех регионах России с развитым земледелием – от Крыма до Дальнего Востока. В Алтайском крае нашим дистрибутором, нашим партнером является «Мустанг Сибирь». С компанией мы уже работаем 4 года, мы уже несколько раз присутствуем на этом форуме. Считаю, это такая замечательная традиция. Это масса возможностей, это новые знакомства, новые знания, скажем, ну, все, что нужно. Продуктовый портфель Биона в растениеводстве и животноводстве насчитывает более 40 запатентованных препаратов. Они постоянно совершенствуются и внедряются в хозяйствах с разным типом интенсивности производства. Для зерновых культур компания предлагает препараты-инокулянты. Они позволяют получить для посевов дополнительное питание и даже немного сэкономить на минеральных удобрениях. Обрабатываем мы семена, после чего семена высеваются в почву, и, соответственно, растение растет на всем протяжении роста растений. Бактерии развиваются на корне растения и корень питают дополнительным азотом из почвенного воздуха. Использование агротехнологии Биона позволяет клиентам компании избежать ежегодных потерь урожая в результате поражений различными заболеваниями и вредителями. Технологии абсолютно безопасны. Они не наносят вреда окружающей среде и организму человека. Мы как обрабатываем семена, так и идется обработка по вегетации, по растениям, и зерновые, бобовые. В этом году мы попробовали по подсолнечнику, будем еще наблюдать со специалистами Мосанга Сибирь совместно. Приведу пример, что по сои, по сои только мы получили по сравнению с контролем 1,8 прибавка. Это в прошлом году. 1,8 по сравнению с контролем. На одном поле это было заложено. 1,8 центера. Экологичность биотехнологий в сочетании со стабильно высокими урожаями делает микробиологические продукты все более популярными на современном сельскохозяйственном рынке. И это подтверждает большой интерес к продукции со стороны гостей форума «День сибирского поля». Глеб Полянский, Дмитрий Козерлыга. Новости.